Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы на финансовых рынках и разбираем события фундаментального характера, влияющие на динамику наших торговых идей. Стоит отмечить, что начало уже жарко. Я думаю, что на протяжении всей недели нас ожидают не менее интенсивные торги. Это хорошо, потому что наконец-таки рынок заходил, друзья. За этой волатильностью скрывает возможности, за которыми мы, собственно, и охотимся. Я, честно говоря, сегодня взглянул с очень хорошим настроением на рынке, потому что, в принципе, мы видим, каким бешеным спросом пользуется защита. Мы понимаем, что в связи с этим, скорее всего, риску придется пойти вниз. Мы понимаем, что золото будет расти, франк будет укрепляться, иена будет также пользоваться спросом. Доллар на фоне, например, более бодрого состояния иен пойдет вниз. Нефтянка, которая для нас является активом, который должен снижаться из-за опасений за перспективу мирового экономического роста. Нефтянка, как сектор, также должна сейчас пользоваться спросом у продавцов. На прошлой неделе, в пятницу, мы ориентировались на комментарии Джерома Паула. Надеялись, что в ходе своего выступления на симпозиуме в Джексон Холле он скажет что-то настолько интересное, что обвалит курс доллара. И, в принципе, курс доллара обвалился. Но, друзья, не с выступлением Джерома Паула это было связано. На самом деле на рынке была другая новость, самая настоящая фундаментальная бомба. Она связана с тем, что Китай, даже тогда, когда на рынке обсуждали высокие шансы продолжения переговоров в их возобновлении уже буквально на следующей неделе, об этом говорил Лайтхайнзер, Мнучин, Кудлоу, это, скажем так, делегация от США, Китай все равно принял решение ввести повышенные импортные пошлины на американские товары на сумму в 75 миллиардов долларов. И произойдет это в два этапа. С, скажем, 1 сентября часть товара будет облагаться по более высокой оставке. Оставшаяся часть уже с 15 декабря. Как только эта новость появилась на рынке, тут же отреагировали США. Дональд Трамп сказал, что в ближайшие часы будет ответ. И он, в принципе, был дан. Напомню, ранее Трамп принял решение отложить установление повышенных пошлин с 1 сентября на практически середину декабря. В этот раз, учитывая, что Китай решил все-таки поставить жирную точку в отношении США и Китая, Трамп предпочел уже не медлить и ответить соответствующим образом. Поэтому с 1 октября, не с 15 декабря, вступят в силу более высокие импортные пошлины на китайские товары стоимостью в 250 миллиардов долларов. Повышенная ставка с 25 процентов. Пошлины будут подняты до 30. И также с 1 октября на оставшуюся часть китайского импорта стоимостью в 300 миллиардов будут начнут действовать уже ставки 15 процентов вместо предполагаемых ранее 10. Очевидно, друзья, что торговая война, все, она уже идет, она развивается полным ходом. Я думаю, что уже точка невозврата пройдена, отката не будет. Нет смысла ожидать, что страны по какой-то причине после такого подхода, таких взаимных действий вернутся к конструктивным переговорам. Поэтому нужно просто быть реалистом. А если говорить уже про реалии, которые складываются на финансовых рынках, значит нужно сейчас активно покупать иену, ставить на снижение доходности американских облигаций, покупать франк, покупать золото, продавать фондовые рынки, продавать нефтянку. Нефть у нас 58,12, здесь можно даже не распыляться по фундаменту, а просто сказать, что если мы говорим о торговой войне, мы, разумеется, подразумеваем перспективы более глубокого экономического оспада. Ну и, разумеется, при такой конъюнтуре спрос на нефтянку будет снижаться, нефть будет идти вниз, цели известны 55 долларов за баррель как минимум. Доллар иена, цель наша достигнута, она была на отметке 105, лоу в пятницу 104,4. Американский фондовый рынок свалился до отметки 2813, учитывая, что было сказано ранее мной, я считаю, что нужно держать короткие позиции и ориентироваться на более агрессивные цели 2500-2600 пунктов. Да, придется подождать, друзья, но зато какой солидный будет профит. Золото снова протестировало сопротивление 1550, и мы снова достигли уже, по-моему, третий раз подряд за последние полтора месяца, сделали цель, и золото тут же автоматом уходит в категорию дружеских инструментов, которые раздает деньги. И мы этот профит, пользуясь фундаментальной ситуацией, забираем, друзья. Пока что в новые сделки входить не будем по защитным активам, я думаю, что нужно подождать, как рынок поведет себя дальше, я дам конкретные рекомендации о позже. Евро против доллара 1.11.44, европейская валюта восстановилась на слабости доллара, но не стоит покупать евро в расчете на продолжение роста. Европейская валюта, кажется, останется, лучше так скажем, под системным риском, мы ждем заседания ЕЦБ 12 сентября, и мы понимаем, что на фоне всех последних отчетов, всех выявленных обозначенных рисков, и сейчас уже на фоне ожидания еще большего мирового экономического спада ЕЦБ будет смягчать экономическую политику через снижение процентной ставки и перезапуск программы количественного смягчения. Поэтому цель 1.10, она будет сделана. Сегодня у нас бизнес-оптимизм ИФО, который, скорее всего, разочарует снова. Завтра темпы экономического роста Германии, которые для нас будут доказательством технической рецессии, ведущего локомотива валютного блока в пятницу, данные по инфляции, которые также, скорее всего, укажут на замедление инфляции. Фунт против доллара 1.22.67, я предлагаю сделку селл-стоп с уровнем 1.22.30 в расчете на то, что фунт пойдет вниз. Самое главное, что очень скоро парламент Англии вернется с каникул, это произойдет 2 сентября, и я допускаю, что примерно со 2 на 3, ну вот я думаю, что максимум несколько дней, если сценарий негативный, мой личный, субъективный оправдается, то Борису Джонсону будет выказан вот он на недоверие. Поэтому я сохраняю короткие позиции. Доллар канадец 1.32.94, мы вот-вот снова закрепимся выше отметки 1.33, радует тот факт, что пара осталась на высоких уровнях даже на фоне слабости американца. Это как минимум указывает на то, что канадцы сейчас в большей степени продают в расчете на то, что и Банк Канады также принадлежит к прочим регуляторам, которые уже смущают экономическую политику. В пятницу вышли данные по уроничным продажам, 0% прироста за месяц, мне кажется, это плохие данные. В пятницу темпы экономического роста, которые, на мой взгляд, разочаруют, и у нас будет сигнал как раз продавать канадцы. Австралийцы и Новозеландец, друзья, будут идти вниз, по австралийце у нас пока еще цель не сделана, она находится на отметке 0.65, но я думаю, что в ближайшие несколько недель точно оттуда доберемся. Тем более, что после пятничного решения Китая юань провалился до 11-летнего минимума. Как я и говорил, учитывая тесные торгово-партнерские связи, Резервный банк Австралии прекрасно понимает, что если он завязан на китайских рынках сбыта, ему нужно также будет девальвировать курсы национального валютного актива. Поэтому здесь дорога только вниз. И доллар-франк, друзья, 0.9752, для тех из вас, кто не понимал, почему франк не укрепляется на фоне сохранения глобальных рисков, вот, пожалуйста, это было лишь временным затишем. Франк укрепляется, и сейчас уже на уровне 0.9752, я думаю, что в ближайшие пару дней мы точно протестируем поддержку 0.97. На этом, собственно, все, большое спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.